В этом видео на Моголь ТВ вы сможете проверить, насколько быстро работает ваш мозг. Вас ждут загадки и головоломки на сообразительность. В комментариях обязательно поделитесь, сколько загадок вы решили верно. А если вы еще не подписаны на Моголь ТВ, то обязательно жмите на красную кнопку подписки и на колокольчик рядом с ней. Так вы всегда будете в курсе новых интересных видео на Моголь ТВ. 1. Загадка на выживание. Отважный исследователь собрался в экспедицию на Северный полюс. Он собрал снаряжение и запас провизии. Осталось выбрать способ передвижения. У исследователя есть три варианта. Сани, запряженные лошадьми. Второй вариант – сани, запряженные собаками. И третий вариант – отправиться пешком. Какой из этих вариантов выбрать исследователю, чтобы добраться до Северного полюса и вернуться обратно? Лошади – отличный способ передвижения, но для похода на Северный полюс это не очень хороший вариант. Во-первых, у них узкие копыта, которые будут проламывать лед. Во-вторых, лошади сильно потеют, что чревато обморожениями при низких температурах. Идти пешком также не совсем верно. Люди не способны подолгу нести на себе тяжелые грузы. Особенно в условиях Северного полюса. Самым правильным вариантом будет выбрать собак. Они, в отличие от лошадей, способны идти по тонкому льду. Также собаки не будут потеть, так как у них отсутствуют потовые железы. Так что, если вы выбрали собак, то ответили верно. Ставьте лайк, если справились. И обязательно напишите в комментариях, есть ли у вас собака и какой она породы. Посмотрим, кого больше. Номер 2. Логическая загадка. Пятеро друзей собрались вместе, чтобы поиграть в видеоигры. Спустя несколько часов они сильно проголодались. Обыскав весь дом, они нашли только три шоколадных батончика. Помогите друзьям, как им разделить три шоколадных батончика на пятерых, чтобы всем досталось поровну. Итак, друзьям нужно взять нож и разделить каждую из шоколадок на равные пять частей. Таким образом, каждому из них достанется по три части шоколадки. Номер 3. Сейчас детективная загадка. Миссис Стивенсон живет в деревне. Рядом с ее домом растут несколько яблонь. С недавних пор миссис Стивенсон стала замечать, что яблоки с этих деревьев начали пропадать. Она обратилась за помощью к местному полицейскому. Он внимательно осмотрел место преступления. Полицейский понял, что вор проникает на участок миссис Стивенсон через дыру в заборе. Через некоторое время были задержаны трое подозреваемых. Посмотрите на них внимательно и скажите, кто из них ворует яблоки. Если вы были внимательны, то заметили, что щель в заборе, через которую проникает вор, довольно узкая. Это значит, что ограбление мог совершить только ребенок. Все остальные бы попросту не пролезли. Номер 4. А сейчас вас ждет небольшой тест, который проверит остроту вашего зрения. Посмотрите внимательно и ответьте, сколько разных цветов вы видите. Номер 5. Среди вампиров, завелся самозванец. Он задумал украсть принадлежащее вампирам золото. Главный вампир узнал об этом. Он собрал всех подозреваемых в одной комнате. Посмотрите внимательно на подозреваемых и ответьте, кто из присутствующих не настоящий вампир. Как известно, настоящих вампиров отличает то, что они не отбрасывают тень. Только у одного из присутствующих сзади можно заметить тень. Он и является ненастоящим. Номер 6. В вегетарианском ресторане утром произошло ограбление. Полицейские, прибывшие на место, определили точное время совершения преступления и трех подозреваемых. Все они были работниками ресторана. Детективы допросили каждого. Официант заявил, что он все это время был в зале и обслуживал гостей. Уборщица сказала, что она в это время мыла окна снаружи здания. Овар заявил, что он в это время жарил стейки. После допроса полиция поняла, кто на самом деле совершил кражу. Кто же это и почему? Для того, чтобы распутать это преступление, вам нужно было быть внимательными. Ограбление произошло в вегетарианском ресторане. А повар заявил, что он жарил стейки. А значит, он врет и каким-то образом причастен к преступлениям. Номер 7. А теперь мы проверим, насколько хорошо вы знаете географию. Субтитры сделал DimaTorzok Номер 8. А сейчас детективная работа. В городе завелась банда, которая похищает девушек азиатской внешности. Известно, что банду возглавляет женщина также азиатской внешности. Полиция обнаружила дом, где держат девушек. Там оказалось трое похищенных. Но у полиции также были данные, что под видом одной из трех похищенных может скрываться сама главарь банды. Полиция допросила всех жертв. Они заявили, что их похитили около трех месяцев назад, когда они возвращались домой с работы. После этого полиция сразу арестовала одну из девушек. Подумайте хорошенько, кого именно арестовали и почему. Итак, правильный ответ. Как вы видите, у двух из трех похищенных девушек крашенные волосы. Так как азиаток со светлыми натуральными волосами не бывает. Но за три месяца у похищенных должны были отрасти несколько сантиметров волос собственного цвета. Так что девушка номер два лжет. Ее волосы идеально покрашены по всей длине. Она и есть главарь банды. Номер девять. В самолет проник грабитель. Он стал угрожать пассажирам с требованием забрать все ценное, что есть на борту воздушного судна. Собрав все деньги и драгоценности в сумку, он потребовал от персонала два парашюта, чтобы покинуть самолет. Вопрос. Зачем грабителю понадобилось два парашюта, если изначально он планировал спрыгнуть из самолета один? Поскольку грабитель был один, а потребовал два парашюта, все подумали, что второй будет для потенциального заложника. Так грабитель обезопасил свой парашют от намеренного повреждения со стороны персонала самолета. Номер десять. Посмотрите внимательно на картинку и ответьте, кто здесь лишний. Субтитры сделал DimaTorzok Не забудьте написать в комментариях, на сколько загадок вы ответили верно. Также заходите в группу Моголь ТВ ВКонтакте, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео и конечно же оставляйте свои комментарии под этим роликом.